Утренний эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Я, Александр Лупиненко, как всегда, расскажу о культурных событиях Гомеля и познакомлюсь с другими интересными фактами и событиями. Сегодня на территории Гомельской области будет сплошная облачность, возможен дождь. Днем температура воздуха составит 16 градусов выше нуля. Ветер восточного направления скоростью до 6 метров в секунду. Начнем выпуск с актуальных выставок, открытых в городе Гомеле. Во Дворце Румянцевых и Паскевичей можно познакомиться с многообразием использования стекла и металла. На выставке «Звонки, как стекло» и «Блестящее, как металл» предметы из собрания музея-дворца. Это посуда и украшения, часы и осветительные приборы. Также это принадлежности декорирования интерьера, мебельная фурнитура и еще много интересных вещей, изготовленных из металла и стекла. Посетителям Дворца Румянцевых и Паскевичей не стоит спешить покидать его стены. Там начал работу выставочный проект, называется он «Зона комфорта». Это уникальный рассказ о том, какие способы отдыха были у людей в разные периоды истории, а также о том, какие из них актуальны сегодня. Так что на выставке можно увидеть экспонаты, которые поведают об активном отдыхе в прошлом, как далеком, так и не очень. Ощутить все прелести домашнего отдыха и вспомнить, кем же можно заняться на своем личном островке. В собрании археологии музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля есть инвентарь настольных игр и детские игрушки. Они были найдены на территории Гомеля, Лоевского и Добружского районов. Эти артефакты датируются от конца 10-го до начала 20-го столетия. И теперь гомельчанам предлагается поближе познакомиться с тысячелетней историей досуга наших предков. Сделать это можно на выставке, которая называется «Древнейшая история Гомельщины». А в картинной галерее Гаврила Ващенко открыта выставка. Называется она «Неизвестный Ван Гог». Мастер написал более 2000 произведений. Самые известные среди них, которые знакомы широкой публике. Ирисы, подсолнухи, звездная ночь. На выставке можно увидеть как знаменитые сюжеты, так и малоизвестные, но не менее великие картины. По ним можно проследить весь творческий путь художника. Гости галереи также смогут познакомиться с описанием сюжетов и историей создания произведений великого Ван Гога. Гомельчане и гости нашего города еще могут успеть посетить выставку живописи, графики и поэзии под названием «На пол холста». Автор Татьяна Гержгорина. Ее очередная выставка проходит в стенах картины галереи Гаврила Ващенко. На ней новые и уже полюбившиеся живописные и графические работы гомельской художницы. В них заключены иллюзии и парадоксальное сочетание форм, визуальный обман и сюрреалистический взгляд на Вселенную. Все работы сопровождаются поэтическими строками из сборников, написанных автором за минувшие годы. Познакомиться с выставкой на пол холста желающие смогут до 31 мая. К другим интересным новостям. На дороге в штате Вирджиния был обнаружен странный пакет, в котором оказался 1 миллион долларов. Дело было так. Семья ехала в машине и в какой-то момент они заметили большой пакет, который объезжали остальные водители. Семья посчитала, что это мусор и решили убрать его с дороги, дабы не допускать аварийной ситуации. Но выяснилось, что пакет был полон денег. Более того, на обочине лежал еще один такой же. Всего в них оказался 1 миллион долларов. Поскольку деньги чужие, о них решили сообщить в полицию. А в Китае археологи обнаружили бронзовый кувшин возрастом 2000 лет. Находка была сделана в гробнице в одном из городов в Центральном Китае. На кувшине декоративные элементы, которые изображают гусиную голову и шею. Гробницу нашли при реконструкции трущоб. Кроме бронзового кувшина были обнаружены и другие реликвии. Среди них бронзовые бложки, котел, железные и нефритовые мечи. К другим интересным новостям. На снегах Антарктиды появились зеленые водоросли. Говорят, это явление спровоцировано глобальным потеплением. Ученые выявили почти 1700 очагов цветения водорослей примерно на 2 квадратных километрах. Чаще водоросли встречаются у мест обитания птиц. По мнению специалистов, при продолжительном росте температуры снежный покров может полностью покинуть часть Антарктиды. В Англии в феврале из дома сбежал кот. А нашли его почти через 80 дней на другом конце страны. Шагающим по дороге его обнаружила женщина. Заметив, что кот чипирован, она отнесла его к ветеринару. Ему, в свою очередь, удалось связаться с хозяйкой кота, которая рассказала, что он часто исчезал на несколько дней, но всегда возвращался домой. Кота нашли в 420 километрах от дома. Как он преодолел такое расстояние, пока непонятно. И еще немного о братьях наших меньших. Ученые провели немало исследований на тему независимости кошек. Результаты порадуют любителей этих питомцев, ведь, как оказывается, на самом деле они не так уж и независимы. Известное мнение об этом – только миф. Исследователи кошачьих предпочтений доказали, что человек для них на первом месте. В действительности кошки воспринимают своего хозяина как сородича, который заботится о них. А психологи, специализирующиеся на поведении кошек, отметили, что для них человек – это космос и весь мир. Поэтому своей энергетикой они стараются подарить хозяину хорошее настроение. Кофеман ощущает пищу на вкус более сладкой и менее горькой. Такой вывод сделали датки ученые. Для этого было проведено исследование с участием добровольцев. Специалисты анализировали их обоняние и вкусовые ощущения до и после употребления кофе. Оказалось, что напиток не влияет на восприятие запахов, но ощущение вкуса меняется. После употребления кофе у испытуемых обострялась чувствительность к сладости и притуплялась к горечи. Исследователи отметили, что такой эффект, вероятно, дают горькие вещества в самом кофе. «Тело человека» – познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Смотрите сегодня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 19 часов 30 минут. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Это прекрасная возможность провести вечер всей семьей у телеэкрана. Кроме этого, звоните к нам в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Александр Лупиненко. Как всегда, хочу пожелать, чтобы ваш день был легким и продуктивным, а настроение солнечным. Хорошего всем дня! Редактор субтитров А.Семкин